В своем выступлении глава Нацбанка опроверг пару слухов. Так, Данил Ракишев заявил, что принудительного перевода депозитов из долларов в тенге не будет. Мол, регулятор не рассматривает введение каких-либо ограничений по операциям с наличной иностранной валютой или по снятию депозитов. Также главный банкер страны назвал безоснователями разговоры о повышении курса доллара до 520 тенге. Такая информация распространялась через социальные сети. Все же большую часть своего выступления господин Акишев посвятил главной цели своего визита. Он рассказал о собственной позиции и позиции Национального банка, согласно которой казахстанцам пора привыкать жить в тенге. Мы живем в Казахстане, у нас национальная валюта тенге и соответственно все цены на все активы в Казахстане должны измеряться в тенге. Я понимаю, что у нас есть определенные рынки автомобилей, недвижимости, которые люди привыкли измерять в иностранной валюте. Тем не менее, никто не запрещает им этого делать. Тем не менее, само измерение цен, объявление цен, оно должно происходить в национальной валюте. А чтобы ускорить процесс перехода к тенге, были введены изменения в рамках правил осуществления электронной торговли. Популярным сайтам по продаже недвижимости и авто запретили указывать цены в долларах. Стоимость объектов и товаров на страницах объявлений при их подаче, а также в результате поиска на порталах Крыша КИЗ, Колеса КИЗ и Маркет КИЗ будут указываться только в национальной валюте. Рассказал Акишев и о новых ставках по депозитам физических лиц. С 1 февраля максимальный размер ставок вознаграждения по депозитам физических лиц в национальной валюте повыше с 10 до 14 процентов. По депозитам в иностранной валюте ставка, наоборот, снижена с 3 до 2 процентов. Это, по его мнению, позволит повысить привлекательность депозитов в тенге и защитит накопление казахстанцев. Акишев считает, что тенге не обязательно будет ослабевать. Национальный банк в январе 2016 года на рынке не участвовал. То есть наша доля всего 2,5 процента. Я эту цифру озвучивал. За ноябрь-декабрь доля участия Нацбанка на валютном рынке была 3 процента. То есть мы еще больше сократили наше участие на валютном рынке. Мы намерены продолжить политику свободного плавающего курса тенге. Это означает, что тенге не обязательно будет только ослабевать. Есть много факторов, которые будут способствовать его укреплению. В период колебания валюты главный банкер страны порекомендовал не бегать по обменным пунктам и не совершать валютно-обменные операции. При этом часть сбережений все же можно хранить в иностранной валюте. Вместе с тем прогнозировать обменный курс Национальный банк не берется. Регулятор полагает, что большинство негативных сценариев для курса нашей национальной валюты к доллару США уже реализовались. И беспокоиться об экономической ситуации гражданам не нужно. Мол, денег у страны достаточно. Все резервы страны, которые принадлежат и Национальному банку, и правительству, составили более 90 миллиардов долларов.